Меня зовут Гуриева Ирина. На момент теракта мне было 7 лет. В заложниках была вся моя семья, кроме папы. Я, моя мама, брат, сестрой и родная сестра. Я ребенок и я не знала кто такой террорист, что есть бандиты, какие-то захваты и так далее. То есть я просто не понимала, что происходит вообще и как бы что этот человек несет с собой смерть и вот это вот этот автомат это не игрушка, ну как бы это не было осознание этого. Бомбу не сели в корзинах баскетбольных и на под одной корзиной сидел боевик и там кнопка была. Он если отпустит ног, то все взлетит. Не помню как все получилось, но произошел взрыв с этой стороны. Я сидела там близко к нему и взрыв еще был такой не сильно большой и в этот момент я стала вставать как раз поближе к тете подойти и меня ударной волной к ней. И в этот момент как раз там была дверь во двор в спортзале и эту дверь выбила и она нам кричит с братом бегите. Когда я встала на подоконник, там были спецназовцы, ну наши ребята, так скажем, вот. Но я боялась прыгнуть, потому что было очень высоко для меня. Я стояла в этом огне, мама говорила прыгай, он говорил прыгай, и я не могла. В итоге мама меня вытолкнула, а он меня словил на руки и понес в дом, рядом частный дом. У меня погиб мой старший брат и сестра. В живых осталась мама, я и моя сестра двоюродная Аня. Очень долго искала его. Мы общаемся со спецназом, с ребятами, которые нас спасали. И я у всех спрашивала, вот такой-такой-то с вами был. Ну как бы, как найти. Всегда, когда кто-то приезжал в Беслан, я на всех смотрела, пыталась найти те глаза, которые меня вытащили, но не смогла. Что-то внутри, я не знаю, как переключилось или включилось, но, в общем, меня как будто ударило током. Я просто внутренне почувствовала, что это он, что это тот человек, который меня спас. К сожалению, он погиб. Он умер в Дагестане, что ли, при какой-то операции он был сильно ранен и он умер. И я хотела сказать вам личное спасибо за вашу работу, за то, что вы были так, какая приятная неожиданность. Я собираюсь в Беслан, а вы пришли ко мне в Москве в кабинет. Есть очень много молодых людей, которые выбрали себе профессию «Родину защищать» в различных структурах, в том числе и спецподразделениях. И порой они совершают, как я уже сказал, жертвенные поступки ради спасения других. И они достойны, чтобы их имена мы помнили. Ведь в Дагестане погибли. Разумовский, Вильков, Кузнецов, Ильин, Туркин, Лачков. Они должны быть на слуху. Мы не вправе их забывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова